Друзья, что творится в этом безумном криптомире? Илон Маск рекламирует скамы. Биржи криптовалют строятся в очередь на получение дропа после перезапуска сети Луна. Гроза всех банков SWIFT исчезнет через 5 лет, а биткоин собрался упасть на 25 тысяч долларов. Давайте разбираться. Начну с главного. Многих сейчас интересуют, какие биржи поддержат дроп новых токенов Луна после перезапуска сети. В официальном аккаунте в Твиттер заявлено о поддержке многих топовых бирж. Например, дроп точно будет на FTX. Также о поддержке заявила KuCoin и Bybit. Есть и другие площадки, что уже стали в очередь и будут раздавать новые токены Луна. В этом списке есть и Binance, хотя лично по ним на момент работы над видео позиция еще не прояснилась до конца. Вот какое заявление сделала биржа. Мол, они тесно сотрудничают с командой Терра, чтобы предоставить своим клиентам лучший выход из ситуации и следить за дальнейшими обновлениями. Зачем такие размытые формулировки непонятно, но за окончательным решением, конечно же, буду следить. Ведь многие держали Луна и USD именно на Binance. Что касается самого запуска, то он, как и ранее, запланирован на 27 мая. Хотя с учетом разницы во времени по Москве, это может быть утро 28 мая. Финальный снимок сети для распределения токенов сделают также завтра. А тем временем на CoinMarketCap переименовали текущую сеть в Терра Classic, и ее цена падает. А вот курс USD наоборот показывает рост на момент работы над роликом. Это противоречит логике привязки цены Луна и USD, но ее уже давно отключили. И сейчас мы можем видеть волатильность, потому что кто-то решил, что так будет выгоднее попасть на дробь новых токенов Луна. Это последний апдейт по Терра. Дальше вас ждут другие крутые новости. А прямо сейчас давайте немного развлечемся. У меня хорошие новости о первой мобильной мобо-игре Revoland, на которую недавно делал обзор. Проект находится на стадии бета-тестирования, и вы можете принять в нем участие. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте с их NFT-боксами, заполнить специальную форму и скачать саму игру. Затем мочите противника в различных режимах игры, чем я, собственно, сейчас и занимаюсь на вашем экране. Разные типы заданий, разные герои и быстрый увлекательный геймплей. Релиз игры Revoland запланирован на июль. Чтобы не только получать удовольствие от игры, а еще и зарабатывать токены Лэнд, вам понадобится NFT-герой. 30 мая пройдет IDO-вайтлист на Глим. Доступно 3000 вайтлистов, а первые участники получат ценные призы. Вы можете присоединиться к сейлу или поучаствовать в грядущем NFT-вайтлист при сейл-эвент. Узнать, как поиграть в Revoland уже сейчас и получить вайтлист, можно по ссылкам под видео. У Илона Маска не хватает денег на покупку Twitter. И поэтому он решил прорекламировать скамную криптовалютную платформу, которая обещает 30% годовой доходности за депозит. Вы можете посмотреть это видео и возмутиться, как такое возможно. А все дело в том, что это использование технологий дипфейк. За основу взяли ролик выступления Илона Маска на конференции TED Talk в Ванкувере в апреле этого года. А дальше подставили нужный текст. А за счет использования дипфейк кажется, что Маск действительно говорит эти слова и предлагает всем занести деньги в сомнительный проект от своего имени, обещая возвращение начальных инвестиций уже через три месяца. Это не первый обман такого рода. И в дальнейшем их будет еще больше. Поэтому, когда в следующий раз увидите Илона Маска или другую известную личность с крайне заманчивым предложением заработать, включите свое критическое мышление и подумайте, не скам ли это. Напоминаю, что кнопки бабло не существует, и даже иксы на крипторынке ловятся в результате тщательного анализа и хорошо спланированной и реализованной торговой стратегии. Что касается самого Илона Маска, то он, похоже, не смог выбить скидку из руководства Twitter. Ему по-прежнему нужно заплатить 44 миллиарда долларов, и из личных средств он выделит целых 33,5 миллиарда. Для чего будет продавать и закладывать акции Tesla, которые являются основой его капитала? Идем дальше, и по плану у нас сенсация об исчезновении SWIFT. Международная платежная система SWIFT является монополией в сфере трансграничных межбанковских переводов. А угроза отключения от нее может заставить клиентов искать для себя другой банк, что некоторые российские банки уже прочувствовали на себе. Сама по себе SWIFT имеет альтернативы, вот только все ведущие финансовые компании мира пользуются именно SWIFT. И если хочешь работать с ними, то должен быть подключен к этой системе. Их лидерство на данном рынке не обсуждается. И вот тут, как гром среди ясного неба, представитель платежной системы MasterCard делает шокирующее заявление на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что через пять лет SWIFT прекратит свое существование. Журналисты хотели задать уточняющие вопросы, но им банально закрыли рот, а потом сделали вот такое заявление, чтобы сгладить ситуацию. Давайте проясним цель комментария на сцене, поскольку это не так просто, как ответ «да или нет». Майкл просто подтвердил то, что SWIFT ранее сказали, что их операции продолжают развиваться, его нынешняя форма не будет прежней в будущем. Они добавляют больше функциональности и выходят за рамки просто системы обмена сообщениями. На самом деле, генеральный директор MasterCard, Майкл Мибах, сказал все четко и понятно, что через пять лет никакого SWIFT не будет. Вопрос, кто его заменит. Одни делают ставку на международные расчеты с помощью цифровых национальных валют, которые SWIFT сейчас тестирует. Но глава MasterCard мог говорить про криптовалюты, потому что его компания продвигает именно это направление. Больше важных новостей в нашем канале в Телеграм. Ссылка на него в первом комментарии. А мне осталось рассказать вам про риск падения биткоина на 25 тысяч долларов. Биткоин провалил важную поддержку на 28 600 долларов. И это может стать отправной точкой к падению на 25 с половиной тысяч долларов. Про эту возможность я писал сегодня утром в Телеграм. Какие аргументы были в пользу дальнейшего снижения? Первый. Слабость биткоина на четырехчасовом графике по полосам Боллинжера. Если цена не может пройти середину канала и достигнуть верхней границы, это намек на усиление коррекции. Также отмечают понижающиеся максимумы. И второй момент также на основании полос Боллинжера. Обратите внимание, что биткоин двигался к нижней границе канала с 6 апреля. И каждый раз, когда он приближался к средней линии, то тут же ускорялось падение. Для кого-то это просто рандомные линии на графике. Но суть этих индикаторов понимания и психологии толпы. И сейчас мы видим, что на крипторынке нет желающих покупать биткоин по 29 тысяч. Следовательно, цена пойдет ниже, пока не найдется тот уровень, когда покупатель проявит свой интерес. И параллельно данная проблема прослеживалась через корреляцию американских фондовых индексов с ценой биткоина. Когда они восстанавливались на положительных новостях в последние две недели, биткоин ограничивался незначительным ростом, устанавливая все более низкие локальные максимумы. Напоминаю, что я не даю финансовых советов и просто делюсь своим мнением. Рынок в любую минуту может развернуться, но для этого на него должен прийти покупатель. И пока я не вижу повода, который заставит людей покупать здесь и сейчас. Потому что большинство уже смирились с идеей падения и ждут, чтобы цена опустилась до 25 тысяч или ниже. Кто-то даже ждет по 10 тысяч долларов за биткоин. Ставь лайк и подписывайся на канал, если понравилось видео. Спасибо за просмотр, ваш Коинпост. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok